Говорим о главном, делаем акценты на важном. В эфире рубрика под хэштегом. Здравствуйте, с вами Елена Еремина. Сегодня говорим о смене управляющих компаний, но только о ситуациях, когда это происходит вопреки желанию жителей домов. Итак, разбираем конкретный случай и узнаем, что делать в такой истории. Многоквартирные дома в восточной части города без согласия жителей передали другим управляющим компаниям. Речь сразу о 23 многоэтажках на улицах 60 лет октября, восточная 16-я линия Карагандинская, а также на проспекте Гагарина, проездах промысловом и газовиков. Как удалось провести процедуру? Как уверяли сами жители домов, подделали их подписи. С такой ситуацией люди мириться не стали. Они обратились к руководителю Следственного комитета России Александру Бастрынкину. Вопрос требовал незамедлительного решения. Губернатор Денис Паслер обращает на него внимание на заседании правительства области. Глава региона поручил Министерству строительства, жилищно-коммунального, дорожного, хозяйства и транспорта региона, изучить все обстоятельства обращений, суть жалоб на ГЖИ. Губернатор отметил, что госжилая инспекция должна неукоснительно следовать букве закона, а деятельность инспекции должна быть максимально понятной и прозрачной. Руководитель организации не выдержал проверки. Алексей Кузьмин, который возглавлял ГЖИ чуть больше года, уволен со своего поста. Соответствующий указ подписал глава региона Денис Паслер. В документе говорилось, что служебный контракт с ним раздоркнут 3 июля. Проверку инспекции провела и прокуратура. Свои жалобы оренбушцы озвучили во время визита в нашу область генерального прокурора России Игоря Краснова. Прокуратура области смогла доказать, смена управляющих компаний была действительно проведена не по правилам. Установлено, что региональная государственная жилищная инспекция в нарушении закона исключила из реестра управляющей компанией 23 микрорайон и Восточный. Прокуратура области в адрес начальника инспекции внесла представление, по результатам которого аннулированы записи, внесенные в реестр по 23 домам. Многоквартирные дома возвращены прежним управляющим компаниям, права жильцов восстановлены. Юристы говорят, случай нарушения прав жителей многоквартирных домов не редкость. Проблема ухода от одной управляющей компании к другой актуальна как никогда. Любые вопросы по управлению дома решаются только на общем собрании жильцов. И, соответственно, если не было общего собрания, нет протокола общего собрания, не было вынесено, ну, то есть принято решение большинством жильцов, то это нарушение закона. Если же поменялся, поменялось юридическое лицо, то есть другая организация с другим наименованием стала управляющей компанией, то, конечно, это только с согласием, только на основании общего собрания всех жильцов. Юристы добавляют, каждую ситуацию нужно рассматривать отдельно. И все-таки первые меры, которые необходимо предпринять, если в доме, вопреки вашему желанию, произошла смена управляющей компании, сделать нужно следующее. Запросить документы у управляющей компании, на основании которых она теперь обслуживает дом. Проанализировать документы, что позволит установить законность процедуры смены УК. При этом следует обратить внимание на наличие и подлинность подписей жителей дома, а также уведомлений. Если есть сомнения, следует обратиться в суд и в жилинспекцию с заявлением об отмене решения прихода. И последнее, провести общее собрание жильцов по выбору управляющей компании. Только в этом случае вопрос, как со сменой управляющих компаний домов 23 микрорайона разрешится в вашу пользу. Права будут восстановлены. На этом я с вами прощаюсь. Всего доброго!